Перед нами Андрей Кузнецов, какая точно твоя функция здесь, Андрей? Моя функция простая, я официально называюсь заверующей выставочным отделом, то есть я занимаюсь выставками временными, которые проходят в музее, но и все равно за общей экспозицией постоянно тоже, это ответственность моя лежит на мне, я слежу за общей экспозицией и занимаюсь как куратор выставок временных, которые у нас в целом, два зала у нас, один внизу, другой каминный зал, меняются в среднем, раз в месяц меняются экспозиции, ну в малом зале каминном они почаще могут, 2-3 недели висеть выставка, а в большом зале, как правило, около месяца висят выставки. А что мы сейчас видим здесь в этом зале? Это у нас уже на этом этаже, это залы постоянной экспозиции, вот это как у нас считается графический кабинет маленький, здесь как бы находится и наша полиграфическая продукция, которую мы делаем от музея, именно те альбомы, которые мы выпускаем, которые мы выпускаем из фондов, то что у нас фондов хранится, то есть это только альбомы, которые вот, например, мы выпустили Владимир Шагин, графика, которая у нас хранится, 505 рисунков Владимира Шагина, вот, не включая живописи, только чисто по графике, вот, или, например, вот у нас прекрасный альбом, здесь его сейчас нету почему-то, Рихарда Ласни, например, тоже из, да, это прекрасный альбом тоже, но я потом тебе подарю какие-то книги, да, это есть возможность. Или вот мы недавно выпустили книгу «Пост-авангард», то есть это как бы художники, которые присутствуют в музее, в коллекции музея, ученики Малевича, но даже не ученики, а непосредственно его как бы близкие, так сказать, ассистент Юдин, там, Вера Ермолаева, которая тоже была с ним буквально рядом, была директором Генхука, вот, и вот мы выпустили такой альбом, как бы вот этого «Пласт», который шел после «Авангарда», ну, как конкретно, Малевича, допустим, у нас нету, но его ближайшие соратники, включая Рождественского, у нас есть, например, или там круг Матюшина тоже, соответственно, Костров, там, Делакруа, там, все это тоже у нас эти художники представлены в коллекции, вот, или круг Филонова тоже определенный, ну, Филонов у нас немного круг, там там та же, это жена Стерлигова, Татьяна Глебова, которая тоже вот, правда, у Филонова училась, ну, как бы вот она там у нас представлена, но, поскольку музей маленький, то есть экспозиции, конечно, малый процент, пять, меньше даже находится, вот, фонды у нас насчитывают где-то около шести тысяч единиц хранения, пять с половиной, пять семьсот, вот там вот что-то в этом роде, ну, последние были какие-то там, я помню, цифры такие, вот, ну, из разных, в основном, это пласт Ленинградской, Петербургской живописи, немного в Москве есть, вот, и немного из других каких-то армянских художников, грузинских, что-то такое, вот, есть, да, но, в целом, в основном, это, основная часть, это Петербургское, Ленинградское искусство представленное, ну, вот, такое вот, ну, как бы неофициальное искусство, больше, как бы, что ли. У нас здесь мы находимся... Кстати, мы находимся сейчас в графическом пребиенте, где выставка, выставка Павел Луктунов, это московский художник, он очень такой, ну, с какими-то научными выкладками, он тут по поводу Бадрата Малевича разбирается, то есть строит какие-то графики, какие-то векторные диаграммы какие-то, у него, в общем, такой сложный, он здесь по-настоящему, а на противоположной стене его, как бы, живопись, которой он занимается, тоже всю жизнь занимался, вот, это маленькая выставка, она была открыта в конце мая, и была она выставка, где-то сразу, в этот же день, как бы, такой мост в Москве, такая, ну, не эта выставка, то есть этого же художника, и в Севастополе, где он одно время учился и жил тоже, вот. Значит, я так правильно понимаю, что это все из вашего фонда, да? Вот эта данная выставка не из нашего фонда, то есть мы что-то, они уже обещали подарить часть работ, как бы, ну, вот сам художник и его, как бы, но в целом это как раз наоборот, они попросили сделать выставку у нас в музее, потому что параллель, именно в один день открывались выставки, сразу три выставки в разных городах, в Москве и в Севастополе, и в этот же час, как бы, и мы, как бы, были, переговаривали, что вот открылась на трех площадках, вот, выставка этого художника. А работы какие? А остальное, и то, что здесь в зале, остальное, дальше залы, вот я буду показывать, там это уже из фондов, это уже, в смысле, наши музейные работы. А какого года? Это где-то 70-е, 80-е годы, тут не написано, да, я? Не, не написано. Не написано, но он не подписывал обычно, я не подписывал никогда, да, вот у него такая книжка сделана по поводу, и нигде не понятно, но это, скорее всего, 80-е годы. Вот Николай Благодатов, такой у нас петербургский коллекционер, вот он написал, он его хорошо знает, я тоже его немножко знал, но он приезжал, мы лет уже 30 не виделись, с Владимиром Яшки, он его друг, приезжал сюда, в Питер, и был у меня дома, и мы с ним знакомы тоже, но я его так не очень. А Николай Благодатов, он его хорошо знает, и вот он написал небольшую такую статейку, тут можно, в принципе, посчитать. Если я правильно помню, что Благодатов уже не молодой человек, да? Ну, конечно, не молодой человек, он всегда был, я был еще тогда юношей, мы же с ним вместе, я был в институте учился, в техническом, где Николай Благодатов был на кафедре, ну, инженером работал, и мы, первое мое знание о художниках, вот этого среза поколения неофициальных художников Ленинграда, тогда еще, я получил от имена Николая Благодатова. То есть мы с ним ездили на какой-то практиковый институт, и я поехал с ним в станицу Бахаевска, где-то под Донецк, ой, под этот, Ростов-на-Дону, и каких-то, на Дону там мы испытывали какую-то штуковину какую-то у ГСП, установку глубокого сгущения пульпа, и он мне рассказывал про художников, я думал раньше, что это художники только в музее, где-то там Шишкин, Айвазловский там, а Благодатов мне раскрыл глаза, что вот есть просто такие вот живые художники, которые рисуют, которые официально не выставляются нигде, может быть, какие-то квартирные выставки, и первые выставки, которые он лично меня привел, квартирные выставки, или первые, которые там разгонялись милиции, там и все такое. А не помнишь, какая выставка это была? Кто там выставнулся? Ну, там остались многие, там и Тимур выставлялся, и Ваня Сотников, и все, и этот самый Кира Миллер, и Афоничев, и все-все-все, и там много людей было. Да, может быть, даже Женя был. Я не помню тогда. Просто с Женей-то мы потом, чуть-чуть позже немножко, уже когда начало 80-х только подружились. Давайте пойдем в следующий зал. Ну, вот здесь как раз вот зал, где вот много отвечает от этой книги, как раз после авангард, где присутствует вот круг художников. Вот, например, Костров – это ученик непосредственно Матюшина, ближайший. Да, это до 30-е, 20-е годы, да. 20-е годы, вот его автопортрет, это жница. Ну, красивые вещи, да, действительно. Это Рождественский, опять же, Константин Рождественский, которого и так-то, даже в русском музее, там единицы, там, допустим, в Сковском музее есть 4-5 работ. То есть он вообще редко, потому что у него наследие потеряно, много было работы. И это было тоже не приобретено, в музей попало, она как бы завещала жена Юдина, Льва Юдина. То есть он ближайший, правая рука Каземира Малевича был, ассистент его. То есть он как бы, Малевич – это как бы голова, а Юдин все время вел занятия со студентами в Генхуке. Именно Юдин, Лев Юдин. То есть вот у нас стенка, где несколько работ его представлено, там, в случае, одна работа. А вообще у нас целая книжка есть сделана по Юдину. У нас 28 работ, прекрасных, его графических акварелей. И опять же, Вера Ермолаева, допустим, вот тут три работы представлены, но ее все знают. Вера Ермолаева, замечательная, прекрасная художница. То есть она как бы даже не ученица Малевича, она его соратница просто. Собственно, бок о бок они работали. Когда Малевич уехал куда-то, она была директором Генхука, его замещала. Ну вот, в общем. Скорее, вот уже даже Мария, представленная, Казанцева, она ученица Малевича, вот Ермолаевой конкретно. То есть у нее две были такие ближайшие замечательные художники, Зинкевич и Мария Казанская. Ну, у нас Казанская представлена одной только работой, а Зинкевич у нас много работ, но в фонде здесь сейчас не представлено, она висела, мы периодически меняем экспозицию просто постоянно. Пропустила. А это тоже очень, это вот ближайшая ученица Малевича, московская, Гуревич, Дора Гуревич, но она такая очень известная в Москве, вот в Новом Иерусалиме много работ в музее современного искусства и такая она тоже. Или вот, допустим, Павел Кондратьев, опять же, тоже ученик Малевича, который там, у него целый круг Кондратьева, то есть идет вот эта ранняя работа, это более поздняя работа, но у нас еще очень богатая, в общем-то, и неожиданная коллекция, я бы сказала. Ну, да, многие не знают даже, а тут сокровища есть, это только небольшая часть. Это вот круговцы 30-е годы, ну, круг художников, Ленинградский круг, то есть Русаков, Покулин, Лапшин, вот это с буксирщиком и этот Гринберг, Владимир Гринберг. Ну, у нас еще прекрасная есть работа замечательная, сейчас представляться, натюрморт такой прекрасный, очень конструктивный, такой замечательный. А вот? Это стулья и вот этот буфетик, это из квартиры, которая, кстати, тоже в Петербурге, как ты знаешь, Стерлигов, Владимир Стерлигов, это из его дома. Это стулья, он заказывал по его эскизу, делал воинов, но не Вадим Воинов, как вот знают многие, Вадим и Воинов. А это просто такой столер, ну, он художник тоже был, Воинов. А это сделан был эскиз Владимира Васильевича. А это вот буфет, который он расписывал. Ну, вроде как приписан, что это роспись чистая от Стерлигова, но мы склоняемся, что вот это Стерлигов расписывал верхнюю часть, А это Татьяна Глебова сделала, вот это нижние створки. Красиво. Ну, вот как раз стенка Стерлигова. Здесь это ранняя работа масла, а это более поздний, вот конструктивный такой купол, его известный. Вот. это Глебова, Татьяна Глебова. Это ее сестра, которая мало писала, но она хорошая художница, была трогательная все это, так очень симпатичная такая, ее тоже подарил. Она мне там Алеша Гостинцев, который очень экстерлиг была хорошей художницей. И тут я вижу песню. Песня, да, хороший песня. Вот это зал уже более поздний, позднего этого, более уже 60-70-е годы, уже нашего времени более, поколения, послевоенного. Опять же здесь, ну, из наших любимчиков это Владимир Паршиков, вот это центральная работа, замечательный такой художник, ныне живущий еще, здравствующий и работающий, то есть ему тоже под 80, но он вполне год работает и хороший. Мы сделали недавно его такую толстую книгу я тебе покажу. Ну, вот это Нашивочников, это из Сиддлинцев замечательный художник Юрий Нашивочников, который вообще за 90 лет ему сейчас он еще жив и и в общем-то это работа это 50-х годов или начало 60-х, а так-то он сейчас не пишет, конечно, но все равно как-то представление об этом времени. Вот, это работа Некрасова, это из Газаневщины Некрасова Владимира, который эмигрировал в Америку и сейчас там живет. У нас просто ряд работ, одна только выставленная. Он приезжал сюда, здесь у него была большая выставка Ленинград или Петербург спичевого полета. У него все пейзажи, это вот Академия художеств наша питерская с круглым вот этим, а у него целая была такая серия выставка, большая серия холстов спичевого полета. Ну вот Франдинский Олег Борисович это как бы примыкающий группе Арефьева друг их, в общем-то художник такой, который тоже сейчас еще здравствует, слава Богу. Татьяна Кельмер это ученица Акимова, которая трагически погибла в 70-е годы. Ну, она замечательная художница и вот тоже у нас представлена, у нас тоже большая коллекция этой художницы, я представлю здесь только две работы, а вообще хотим тоже сделать книжечку по ее то, что у нас есть в фоне. Это Владимир Бусев и работа, это тоже такая скульптура Владимир Болков, собственно, и вот работа его. Это, да, это как бы круг Кондратьева, опять же. Ну, они все как бы выходцы из, получается, из малевичевских вот этих учеников, круг Кондратьева, Волков, это Жуков тоже, который в этом круге как бы находится и все время там интересный, очень художник. Но это уже такое старшее поколение, они уже, например, Волкова-то нету, а Жуков еще живой, но он очень пожилой человек, тоже там ближе к 90-е, это Церуш, это ученики Стирлигова, Гостинцев Леша, который в Петербурге тоже живет, Церуш Михаил, это Поврова, тоже она, и Ким, который тоже ближе больше между Стирлиговым и Кондратьевым как бы скорее. Ну, Поврова она сама по себе, она преподавала в Мухе, там многие, многие ее знают, и как такой конструктивист интересный. Еще Кондратьев. Это Кондратьев, это ведро тоже будет. Красиво. Красиво. Это Глядостенко у нас тоже из наших любимых художников. Ну, это хоть и правое крыло лоска союзовское, в смысле, левое крыло лоска, но он очень замечательный живописец, Зисман. Иосиф Натана Зисман, да, такой он очень долгий живописец, тоже у нас его работ еще есть в Хонде, и графики много того, он очень красивый художник. И его как бы мемориальные вещи, его тумбочка с масленкой, где он кисти с этим самым, да, с растворением, разбавителем. И вот такой для пленеров, когда, если он писал пленеры, в основном, с тобой работал в мастерской, но и, собственно, и пленеры тоже выходил. И вот такой стульчик, то есть у нас еще вот такие и буфетик, и стульчик художника, и его рабочее место, и палитры есть, ну, как мемориальные такие предметы красивые. А не сам как арт-объект такой, да, такой уже? Я так и предполагала. Типа какой-нибудь поиск там, Лёза-поиск. Сама эта штука. Это его картины, да? Его картины, да, две работы. Крымский пейзаж. Очень красивый. 77-го года. Вот это Левитин, такой тоже у нас известный, тоже уже пожилой человек, Блинтин Левитин. Вот такие вот, это типа такого шварцинского, московского духа такой работы, но он такой отдельно, он интересный очень художник. Замечательный просто. Вот, мы его тоже любим. К сожалению, работ у нас немного, еще несколько есть в фонде. Ну, хотели сделать выставку, но пока вот мы еще. Вот. Это Герас Гекчетян, армянский художник, но он у нас почему висит? Потому что он здесь жил и преподавал в Мухинском училище, и вот Александр Некрасов, который директор музея, он его как бы учитель, он его очень любит, почитает, он действительно хорошим у нас сделан, а в коллекции музея книжка его, это можно сразу понять, когда его пролистать книжку, увидишь, что это хороший, замечательный живописец. Это Стерлигов, опять, такая композиция, очень хорошая вещь, тоже Ирина Стерлигова обещала, нам подарила его в Москве, в которой живет. Это Батурин Александр Борисович, тоже из какой-то, ну, самый старый из Стерлигов, Стерлиговцев, то есть, как бы, учеников-то много, а это, ну, он его, как бы, первый из того времени, еще до военного времени с ним общался, дружил, и, в общем-то, у нас тоже его много работ, довольно-таки, маленький, побольше, графики много, хороший, красивый, очень. Ну, это Мудбердин из круга, скорее всего, Паршикова и Гусева, это такое поколение, тоже, вот, шестидесятые, семидесятые годы. Ну, выглядит это очень свеже, почему-то. да, он очень интересный художник, да. Я, как раз, учитель, и вот Некрасов, его, ну, как бы, он его учитель, вот, Александра Некрасова, работая из, тоже, таких ранних, довольно, ну, таких не ранних, но, такого возраста. Еще, вот эта выставка, которую вы сделали. И вот выставка, да, Павел Лахтунов, лирическая геометрия называется. Хорошо. Окей, сделаем маленький перерыв. Да. Красно. Все эти выставки последних лет, да, которые вы сделали. Яшки, я вижу. Я, кстати, я, кстати, получила много картин, которые где-то сохранились в Берлине, по просто, я их оттуда получала, и потом передала одному коллекционеру, который отвез снова. Здесь, в Лисанере. Ну, это было уже, наверное, 15 лет, по-моему. Да, но это, картин был, что, 15, там, 15. Большая коллекция. А, я планы эвакуации также снимала, ну, ничего. О, пригодится. Вот тут, которые уже зависели. Ну, получается, уже много выставок, если так, каждый месяц. Нет, у нас много выставок проходит, каждый месяц, и в разных залах. У нас еще, я тебе покажу, нижний зал, как-то, не там. А, митинг здесь. Леха митинг, тоже, такой у нас выставка, но вот, в нижнем зале. И такой Вольф Бертромбеккер. Вольф Бертромбеккер, это художник немецкий, из, Ваймера. Мы его дружим с ним, очень хороший парень, ну, такой мужчина, уже взрослый, но, молодой еще. Ну, относительно нас даже молодой, ему лет, там, 40 с небольшим. Ну, 45 там, где-то вот так вот, или что-то в этом роде, а то и меньше. Ну, хороший такой он, просто мы ездили, у нас была активная дружба, то есть мы, немцы, к нам приехали немецкие художники, здесь был пленэр, у нас в Павловском парке, рисовали, потом мы к ним приехали, и вот мы там с ним подружились, тоже были вместе в команде, тоже рисовали, ездили по Германии, рисовали картину. Ну, такой интересный. Это ленинг стиль, да? Ну, он ходит в наш, как бы, в концепт какой-то, определенный стиль. Такую мы с ним, поддерживаем отношения, во всяком случае. Не, он как раз впечатляет.